О французском художнике, который получил орден почетного легиона за портрет драматической актрисы Сары Бернар в 1879 году, услышал в Англии принц Уэльский Альберт. Влюбленный уже давно в Сару, он тоже пожелал иметь свой портрет кисти Бастьяна Лепажа. Хотя уже позировал и Винтерхальтеру, и Верещагину, так Жюль отправился в Лондон. Жизнелюбивый принц пожелал предстать перед миром в костюме Генриха VII из династии Тюдоров. И преемственность династии подчеркнуть, как-никак Альберт, старший сын королев Виктории, вскоре станет королем Эдуардом VII. И солидности своему имиджу добавить, для чего фоном планировалось показать флот на Темзе. Принц Альберт позировал живописцу в профиль, а костюм был приписан художником позже. Портрет был благосклонно встречен английской публикой, и поступило несколько предложений с заказами на портреты. Этот жанр Жюль Бастьян Лепаж не очень любил, но заказчиков писал весьма поакадемически добросовестно. Сэра Генри Ирвинга, известного трагика Шекспироведа, детей английских аристократов, А гораздо больше его привлекало сочетание портрета с жанровой картиной. Этюдов, сделанных им в Лондоне, хватило на 2-3 года, пока Жюль путешествовал по Швейцарии и Италии в 1881 и 1882 годах. Это два варианта «Цветочница» и «Этюд мальчика на берегу моря», «Помеш» или «Пока нечего делать», «Чистильщик обуви». Ну а «Маленький лорд» был написан в 1880 году, за 6 лет до полной публикации популярнейшего бестселлера Фрэнсис Беннет «Маленький лорд Фаундлерой» о благородстве детских сердец любого сословия. В 1877 году фотограф королевы Виктории шотландец Джон Томпсон представил документальный фотопроект «Уличная жизнь в Лондоне». Он потряс представления лондонцев о бедноте, вывзывав стихию благотворительности и интерес к жизни тех, кого англичане просто не замечали на улицах, несмотря на популярность книг Диккенса. И поэтому Бастиан Лепаш принялся за своих маленьких тружеников. Оставаясь верным себе, он показывает их не за работой, а в моменты редкого и недолгого отдыха. Лорд Шефтсбери и Джон Макгрегор в 1851 году основали в столице бригаду черного ботинка, чтобы обеспечить работой лондонских чистильщиков обуви, нечто вроде профсоюза. Это был парижский опыт. Днем дети заодно пенни чистили обувь у жителей центральных кварталов, причем их униформа говорила о принадлежности к той или иной части города. Красное и коричневое носили у бригаде Марии Лебон, в красные ходили чистильщики из Сити, в коричневом из Айлингтона, а вечером эти 377 детей шли в бесплатные школы учиться. Эти благотворительные школы закончило 300 тысяч детей в середине XIX века. И детям было очень тяжело совмещать учебу и работу. Создавая в 1882 году картину чистильщиков обуви в Лондоне, Бастиан Лепаш показал подростка из дома черного ботинка. Это написано у него на номерной бляхе. Перед нами Марили Бонец в униформе, опирающийся на столбик в позе отдыхающего от трудов Геракла, а у ног подставка для обуви. На лице пятно от ваксы, синяк под глазом. Нищие сверстники часто издевались над теми, кто имел работу. А в глазах усталость и тоска. После восьми, а то и десяти часового дня еще нужно идти в школу. Квартал богатый, значит работы было немало. Замер, привалившись к нагретой солнцем каменной стене и своему поводырю-пуделю, маленький слепой нищий. Эта работа, вероятно, была задумана в Англии, и этюд об этом говорит, но написано уже дома. В руках ребенок держит посох, ногой без башмака касается чемодана с пожитками. Долгая дорога заставила стянуть с одной ноги башмак, и на полпути ребенок крепко заснул. Это видно и на этюде, и на самой картине. Благотворителей в Англии было немало, но приютами для слепых, сирот, похоже, никто не занимался. От мальчишек-чистильщиков обуви в английскую казну хотя бы поступали налоги почти 9 тысяч фунтов стерлинга в год. Не вполне верно на русский язык звучит перевод английского сленга «pamash» – это не бездельник, а пока нечего делать, то есть, скорее, минутка отдыха. Бастину-липажу позировал мальчонка под мастерье шлюзовиков. Рожок за спиной и хлыст для лошадей говорят о роде его деятельности – предупреждать о подходе баржи и нахлёстывать лошадей-бурлаков. Обтрепанная курточка, разношенные ботинки говорят о нищенской платье за детский труд, но он не истощён, даже подстрижен, и это говорит о наличии у него семьи, да и взгляд мальчика живой и любопытный – это выдаёт желание познать мир вокруг себя. Эту картину Бастиен-липаж завершил уже в 1882 году, невольно придав ей уже лотарингский колорит. Последней лондонской моделью Липажа была продавщица цветов. Он написал два варианта этой картины – акварелью на пленэре на скорую руку и маслом, вероятно, уже в студии. Рожеволосая девочка-подросток, укутанная шалью, поздней осенью стоит у стены, укрываясь от ветра. Левую руку она спрятала под шаль, сведя вместе и ступни, и сжав колени, видно, что она задрогла. Но остался последний букет и надежда его продать, выручив какие-то медики. Второй вариант более подробен и имеет множество смыслов. Девушка уже выглядит постарше. Губы её подкрашены, аккуратно подстрижены каштановые волосы, а на шее виднеется чёрная бархоточка. У неё в руках букет роз, а вместо кирпичной кладки – мраморный цоколь и лестница с тротуара на верхний уровень. Там появляется бородатый джентльмен в светлых панталонах со штрипками и тёмно-голубом всё в токе. На его голове – котелок. Он заслоняет плечом свою даму в розовом платье и голубой шляпе. Глядя на букет, он решает, достойно ли украсить его спутницу, или лучше пройти мимо. Сцена остаётся здесь недосказанной, но безысходность в глазах цветочницы очень многозначительна. Этот вариант художник представил натуральную величину, словно поставив своего зрителя рядом с продавщицей, сделав очевидцем происходящего и заставив смотреть в глаза усталой цветочницы. Столь же душераздирающей получилась у Жюли Бассен Лепажа его незаконченная офелия на фоне цветочной поляны, усеянной болиголовом, и речного пейзажа с кустами орешника на берегу и сияющим закатом. Приникнув к стволу ивы, Офелия без сил опустилась на траву. Прикрыв глаза, она, помешавшаяся в уме после убийства Гамлетом её отца, запевает свою песню. Она сидит так близко от воды, что одно неверное движение, и она соскользнёт в поток, продолжая петь и не замечая ничего вокруг. Намокнув, одежда утянет её в глубину потока, и песнь замолкнет. Бассен Лепажа удалось запечатлеть мгновение между жизнью и смертью знаменитой литературной героини Шекспира. И кто знает, возможно, именно его полотно, тепло принятое английской публикой в салоне, и сподвигло прерафаэлитов на множественные вариации из Гамлета. Кстати, с прерафаэлитами художник не только познакомился. Ему на темзе, на лодке, позировал сам сэр Эдвард Бёрн Джонс. Но обостен Лепаж, написав на прощание виды темзы, доков и мост, в попытках постичь свет в этих дивных местах, обеспечивал семью достойным заработком за портреты именитых лиц, после чего вернулся в родную лотарингию, вописав на прощание парусник в бурю. Как правило, Бассен Лепаж на четыре месяца в году приезжал и домой. Он работает летом и осенью над своими крестьянскими сюжетами, этюдами крестьяна, капустными полями и призами за удачный урожай. Местный кюре Падри Жак, собирающий осенью хворост в лесу, позировал ему вместе со своей внучкой, собиравшей цветы в букетиках. Голубизна одежд и огромные глаза сосредоточенной девочки словно напоминали о бессмертной Жанне из Лотарингии. Очень проникновенной получилась у Бассен Лепажа и картина «День всех святых», который празднуется у католиков 1 ноября. Подмерзлая уже земля, широкая дорога, радость души от праздника у детей и старика дополнена невероятным свечением в природе, словно другой мир приоткрывается чуть-чуть людям, не спосылая на землю золотистое свечение из рая. Детские души, хрупкие и стойкие, уязвимые и сострадающие большим и малым созданием, как в маленьком трубочисте, очень часто попадают на полотна Жюли Бассена Лепажа. И одна из самых пронзительных картин, не уступающих по настроению все тому же Фаунт Лерою, была написана Бассеном Лепажем в 1880 году вслед за маленьким лордом. Это нищий. Невероятное сочувствие девочке из обеспеченной семьи, подавшей милостыню старику и смотрящей ему во след, вызвало у художника желание создать несколько авторских вариантов и этюдов. Он лишь чуть-чуть менял композицию картины, то добавляя цветок герани, то кошку на ступеньках дома. Но даже в этюдах, зарисовывая бедняка, прячущего в сумму подаяние, Бассен Лепаж подчеркивал, что не он главный герой, а ребенок, который дает нищему хлеб. На родине художник реализовал несколько детских образов, над которыми он размышлял, вероятно, еще в Лондоне. Это утром в школу, придорожный цветок, бедная пташка. Впрочем, у Бассена Лепажа всегда находилось время и для менее пронзительных картин деревенской жизни. Просто девушка, просто гуси. Дописав в лотаринге картину 1880 года «Время сбора урожая винограда», Бассен Лепаж отдал дань памяти своему отцу и деду, потомственным виноградарям. Отца не стало в 77-м, а дед скончается в 83-м, в своем любимом фруктовом саду, где когда-то позировал внуку-живописцу. Жюль изо всех сил будет торопиться на похороны человека, который первым безоговорочно поверил в его талант. Но Шарль успеет застать пик славы своего внука, который сможет снять себе прекрасный ателье в Париже, в парке Монсу, которому будут позировать знаменитый французский писатель Виктор Гюго. Сохранился этюд с его фигурой и многоверованный впоследствии уже портрет. Конечно же, муза-писатель, которая на протяжении 50 лет была рядом с ним. Мадемуазель Жюльет Дрюе. Начало 1881 года художник встретил в Швейцарии Олета в Италии, где он провел полтора месяца, привезя несколько венецианских этюдов. Особенно интересной представляется попытка передать освещение в лагуне ночью. Великолепие венецианской школы живописи 16-18 веков оставило Жюля равнодушным. Он уже давно охладел к академической манере письма, а окружающая его жизнь вытеснила с собой пафосные мифологические сюжеты. В Италии он начал тосковать по родным лугам и полям, по своей деревеньке и тихо, и незатейливо простой жизни. Портреты французского математика Жозефа Льювиля, как всегда, и Мадам Баскевич, и Андрея Терегю принесли художнику материальную возможность путешествовать. Восторг английской публики в 1880 году породило душей француза множество проектов. Так, в 1881 была написана комическая сценка «Желудь и тыква». А вот через год-другой Бастиен Лепаш очень серьезно задумал повторить успех Жанны Дарк. Он взялся за картину «Деревенская любовь». Уже в феврале Бастиен Лепаш создавал пейзажные этюды в своем саду, пока стояли «Белые ночи». А люди позировали ему, вспоминая жаркое лотаринское лето. И уже к марту полотно было готово. Премьеру Жюль Бастиен Лепаш устроил в своем доме. Присутствие матери с вышиванием в руках, дедушки Шарля в греческом колпаке, греющем ноги очага, и старых домашних спаниелей «Бассейгу», «Ло» и «Барбо». Смущенный влюбленный подбирает слова для объяснения, но о его чувствах более красноречиво говорит сама природа. Вся эта огородная зелень и хрупкие цветочки, простые и неяркие. Чтобы не смущать молодого человека, девушка даже повернулась спиной, не показывая зрителям явно зардевшееся от смущения лицо. Глядя на картину, где зарождается робкое и застенчивое чувство в скупых словах человека, не привыкшего от светиста говорить, но умеющего верно и преданно любить, собравшиеся вспоминали отца художника, которого так рано унесла в могилу болезнь легких. Представляли себе великолепный весенний закат, его багрянец на крышах, россыпь розовых облаков на небе, похожих на лепестки цветов. Востен лепаш повез деревенскую любовь в Париж на выставку салон, где его ждал вновь оглушительный успех. Впоследствии картину приобрел маршан Жорж Пти, а уже за возможность покупки у него развернулось настоящее сражение крупных претендентов. Их осталось два. Музей Люксембургского дворца и русский коллекционер Сергей Михайлович Третьяков. Ему как раз и повезло. Начав свою деятельность в 1870-х годах по примеру брата, Сергей Третьяков, как любитель французской школы живописи, формировал свою коллекцию по подсказкам парижанина Ивана Тургенева и пейзажиста Алексея Боголюбова. Очень скоро в представлении Третьякова сложилась эстетическая программа барбизонцев, и он серьезно изучал деятельность членов этой школы, непризнаваемой салоном. К началу восьмидесятых Третьяков приобрел у Тургенева его коллекцию, в которой были прекрасные пейзажи Короу, Теодора Руссо и Добеньи. Сергей Михайлович славился импульсивными решениями в покупках картин, и нередко в его коллекцию то вплывали, то выплывали работы, он то покупал Добеньи, то обвинял его на Милле, на Всемирной Парижской выставке 78-го года он уже купил рыбаков в Ментоне Желебретона, признанного мэтра французской школы, а потому был уже готов воспринимать и Вастина Лепажа, видя в нем продолжателя традиций Милле. Поэтому отдых на Синокосе сразу привлек внимание русского коллекционера, но тогда Лувр его опередил, и Третьяков успел приобрести лишь этюд «Девушка с граблями». Но вот в отношении деревенской любви с ее наивной трогательностью и безыскусностью глубоких чувств Сергей Михайлович у Люксембургского дворца выиграл и выхватил в Россию безусловный шедевр Жильбостена Лепажа, ныне хранящийся в галерее искусства стран Европы и Америки Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в составе коллекции Сергея Михайловича Третьякова. Он купил эту работу на посмертной выставке художника в 1885 году. Михаил Васильевич Нестеров даже сказал однажды, что перед этой картиной как перед иконой в храме можно венчаться и это будет трогательный образ а его учитель Василий Поленов настоятельно советовал всем своим студентам ходить постоянно в дом Сергея Третьякова на Пречистинском бульваре ныне дом номер 6 на Гогольевском бульваре и любоваться этим собранием европейской живописи что Валентин Серов каждое воскресенье и Борис Мусатов не менее постоянно и делали повторяя себе в душе один Бастиен Лепаш ну а сам художник тогда в 1882 году после успеха деревенской любви накликал себе две важных встречи в Париже завершая картину он познакомился с 25-летней русской художницей Марией Башкирцевой автором знаменитого дождевого зонтика и портрета сербского принца Баждара Карагеоргиевича друга Бастиена Лепажа его последние дни мать художницы полтавская дворянка привезла умирающую от чахотки дочь к французским врачам с недавних пор и сам Жюль стал нуждаться в консультациях врачей жалуясь на острые боли в пояснице последовав совету подышать морским воздухом на побережье Британии он уехал в Конкарно писать из лодки море до наступления октября до местных британцев его друг Андре Тарьё заметил как изменился нрав художника он стал меланхоликом начал мягче и снисходительнее относиться к людям Британ Жюль покинул очень скоро ринулся домой на похороны деда а потом очень долго тосковал о нем пока не нашел утешения созерцания природы в 1882 году был написан пожар в деревне эффект снега а в 1883 лето и затем зимний пейзаж с углем Мария приходя в дом Лепажей вспоминала как младший брат Джулия архитектор Эмиль делал комплименты ее таланту и давал ей три урока перспективы показав свои замечательные акварели впрочем Эмиль Бастиен Лепаж и маслом писал не хуже Жюля в некоторой степени будучи его последователем пейзажа откликался он и на новейшие открытия в области импрессионизма 29 февраля 1884 года Мария записала в свой дневник фразу Я поняла что какое-то время архитектор был влюблен в меня пусть это глупо но было бы лучше если бы это был его брат сам Эмиль хорош собой хотя и старовато выглядит несмотря на то что Жюль его на пять лет старше лучше бы Жюль бросил свою прусачку и влюбился в меня Жюль действительно целый год был предметом юных мечтаний Бадмуазель Мари но в феврале 1882 года он познакомился с водовой американцем уроженкой Пруссии Стефани Макат у нее был 18-летний сын но это не смутило Жюля он влюбился безумно и очень поэтично описывал эту женщину под Муазель Мари доставалась лишь ласковая улыбка да редкие сеансы совместной работы в его парижском ателье к началу 1884 года Жюль Бастиен почувствовал себя совсем плохо и собрался на консилиум медиков в Париж по совету лечащего врача Башкирцевых друзьям на нездоровье он жаловался очень редко и только брат Эмиль знал все Жюль написал небольшой пейзаж ночью в деревне и в ракурсе последующих событий это выглядело как-то автобиографично сгустились сумерки и вот на небе появляется луна светятся окна домов и в полумраке мужчина о чем-то беседует с женщиной природа затихла и какое-то спокойствие торжественность возвышенность развиты в ней врачи вынесли свой вердикт рак желудка и рекомендовали подходящий климат два месяца в Алжире я не боюсь смерти это ничто главное работа сказал тогда Жюль он считал что красота страны солнце и хорошая погода пойдут ему на пользу его ревматизм с ним отправилась мать не щадя сил она растирала его тело делая ему массаж а он бодрился изо всех сил март все в цвету зелень нежная и серая темно-зеленые деревья лимонные инжирные миндальные небо жемчужное то серебристо-серое то бледно-розовое то голубое и на этом фоне горизонталь прямоугольных алжирских домов с редкими окнами так писал Жюль в письмах друзьям уже не в силах рисовать изредка художник может подняться и прогуляться вокруг дома с садом вместе с своими спаниелями да и братом тоже а порой он доходит до леса и стреляет там уток на обед брат нам скоро делает зарисовки мать скрывает слезы перебирая белье в сундуках и неизвестно в каких глубинах души она черпает свое мужество с которым утешает и вдохновляет тяжело больного сына и стающего на глазах друзья присылают Жюль свои фотографии планируют встречу в Испании к концу апреля мать принимает решение вернуться в Париж Жюль страшно исхудал не имея аппетита силы оставляют его а ноги отказываются ходить и брат Эмиль и друг Пожидар носят его на спине на третий этаж в парижскую квартиру в доме на улице Лжандр 10 брат нанимает экипаж и вывозит Жюля в парк Буа стараясь отвлечь от тягостных мыслей а сербский принц Божидар Карагеоргиевич был прекрасным собеседником Жюль грезит видами своей лотарингской деревеньки овощными блюдами воздухом с запахом дыма от костров фруктовым садом при их старом доме и тихими сумерками он находит в себе силы перекинуться несколькими словами утешения в октябре 1984 года с мадемуазель Мари Башкирцевой он пережил ее всего на 40 дней отойдя в лучшие из миров уже незрячим и спокойным 10 декабря 1984 года друзья Эмиль и матушка усыпали на утро его траурное ложе цветами множество карет друзей и почитателей таланта 36-летнего художника провожали катафалк на восточный вокзал все население Вердена а затем и Дамблера встречало этот поезд и спровождали они карету к церкви окрестные леса подернулись туманом и природа дождем оплакала молодого художника который всегда носил родную лотарингию в своем сердце а Геустраден принялся за памятник Эмиль же взялся за проект Мавзолея 17 марта 1885 года в школе изящных искусств отель Шиме открылась подсмертная выставка работы Жюли Бастиена Лепажа не было лишь Жанны Д'Арк она уже нашла свое место в музее Люксембургского дворца Машан Джордж Пти продавал работы художника из его салона они разлетались по Франции и Бельгии Россию Англии Америки и Нидерландам всего 10 лет было отпущено Бастиену Лепажу чтобы заявить о себе о народе лотаринги о французском искусстве второй половины 19 века всему миру и оказать огромное влияние на живопись последующих десятилетий мать Марии Башкирцевой приобрела благовещение пастухам родные посадили на могиле Жюля Яблоню а спустя некоторое время Эмиль Бастиен Лепаж разбил вокруг построенного мавзолея целый парк он же купил и многие работы своего брата Буря за холмом сборщики картофель один из портретов Сары Бернард и в мае 1885 года Эмиль женится на Розе Люси Монкюн продолжая заниматься архитектурой скульптурой и живописью он проживет словно за двоих 84 года сберегая память о любимом брате Амстердамский музей Ван Гога приобрел сборщиков винограда а Лубр стал владельцем сенокоса сборщик хвороста Падрыжак уедет в художественную галерею Курнуэла а деревенская любовь обосновала всю Россию Жану де Арк с посмертной выставки купил американский коллекционер Дэвис но семья Башкирцевых вскоре перекупила у него шедевр за 20 тысяч франков в 1885 году следующим владельцем картины станет Люксембургский музей но в итоге картина окажется в Нью-Йоркском музее Метрополитен где и висит по сию пору 3 августа 1889 года утром в Париж въехал 27-летний художник Михаил Нестер после трех месяцев в Италии заехав в некоторые немецкие музеи он выделил три недели на Францию ибо там до ноября продолжалась всемирная выставка с великолепным художественным отделом мелькали знакомые по открыткам Лувр и Ноттердам де Пари Бульвар Сен-Мишель и Театра Адеон встретившись со своими русскими друзьями в латинском квартале все пошли в Лувр а вечером в Гранд-Операн на следующий день восхитились великаном столицы Эйфелевой башней оценили выставку с позиции Нижегородской улыбнулись восхитились и решили начать с отдела французского искусства там оказалось семнадцать залов гидом стал Николай Бруник показывал рассказывал анализировал и вот дошли до современной французской художественной школы Нестеров впился глазами в полотна художника чье имя и ему ничего не говорило Жюль Бастиен Лепаш умер совсем недавно молодым да первый и величайший из современных французов это он каждая его вещь это событие это целый том мудрости добра и поэзии Жанна Дарк у себя в деревне после работы стоит усталая в саду задумавшись о своей бедной родине о Франции и в этот момент восторга и патриотического чувства она видит между кустов и цветов яблони тени Людовика Святого и двух мучениц это так высоко по настроению что выразить можно лишь гениальной музыкой или стихом не прошло и недели как Нестеров совершенно свободно уже ориентировался на выставке каждые полдня он посвящал какой-то стране а вторую половину дня Жанне Дарт Бастиена Лепаши он восхищался тем как высоко парил дух художника в этой вещи писал он достижение его совершенно феноменальное тут Бастиен Лепаш был славянин русский с нашими сокровенными исканиями глубин человеческой драмы там не было и следа театрального драматизма вся сила в крайней простоте естественности в выражении глаз эти глаза были особой тайной художника они смотрели и видели не внешние предметы а тот заветный идеал ту цель свое призвание которое эта дивная девушка должна была осуществить перед этой картиной Нестеров проводил дивные минуты своего отдыха как и на склоне лет полагал наилучшим да хорошие были английские работы нравились прерафаэлиты театральные позы героев у испанцев были вновь куда им до Сурикова все же Нестеров возвращался к французам любовался свежестью барбизонцев новые сильные переживания испытывал от Пювида Шаванна проводя параллели с Герландаи виденном во Флоренции но только Пюви да бастен лепаш дали столько сколько могли дать все художники целого мира и даже если прожить в Париже месяцы и даже год два то лучшего и найти я могу спокойно ехать домой и там у себя как-то притворить виденное и тогда быть может что-нибудь получится не очень плохое для русского искусства подводил итог своему первому визиту в Европу Михаил Нестеров уже 20 августа он писал из подмосковного Ходькова Николаю Бруни о личном восторге от возвышенной поэтической души Жанны Дарк ее голубых очей о своем состоянии влюбленности при прощании с милой спасибо Бастиену Лепажу это поистине великий художник который создав Жанну Дарк искренне сказал как любит он свою родину в общем Париж оставил по себе впечатление симпатичное так завершал Нестеров письмо другу в последних строчках сообщая о работе над этюдом явления старца отрку Варфоломею а через неделю Нестеров уже гостит у мамонтовых в Абрамцево зарисовывая там вид на речку Ворю которые сегодня минуют долиной Варфоломея и он принимается за известнейшую свою картину но о том как создавалось это самое знаменитое полотно Нестерова на которое упал отцвет духа Жанны Дарк Бастина Лепажу мы расскажем в следующей серии цикла отцвет 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 отцвет